Бизнес, движущая сила капитала. В понимании этой простой идеи залог развития и процветания. В администрации Северского района состоялась встреча главы муниципалитета Адама Джарима с руководителями крупных предприятий. Дружеский диалог, цель которого выгодные договоренности и эффективное взаимодействие муниципальных органов власти и бизнеса в районе, станет началом нового уровня развития предпринимательской деятельности. Адам Шахметович познакомился со всеми присутствовавшими лично и с их деятельностью на территории муниципалитета. Также состоялись презентации таких крупных предприятий, как группа компаний «Трансформер», один из заводов которой находится на территории поселка Ильский. Представитель строительной компании «Югстрой Империал» объявил о начале разработки крупного проекта по застройке коттеджного поселка в Северском районе. Помимо прибыли и проектов, собравшиеся обсудили остро стоящие вопросы, касающиеся экологии и развития сельского хозяйства. В школе номер 4 поселка Афибский начал работу спортивный комплекс. В честь долгожданного события и в рамках «Недели здоровья» учреждение прошла игра «Веселые старты». В ней приняли участие 40 учеников 4-х классов. В захватывающих стафетах за звание сильнейшие соревновались три команды. Каждая из них приложила максимум усилий, чтобы показать лучшие результаты. А поддерживали ребят группы поддержки и, конечно же, родители. Спорткомплекс оснащен всем необходимым для занятий физической культурой. Есть здесь раздевалки, туалет, тренерская комната, подсобное помещение. Мы рады, что мы имеем такой прекрасный спортивный зал, что дети наши уже имеют возможность заниматься более, как сказать, эффективнее. И, конечно, спасибо, наверное, руководству и краевому, и районному. «Я очень рада, что мы именно в этой школе учимся. И вообще я благодарна, я думаю, что от лица всех родителей я выражу эту благодарность за то, что предоставили нам этот спортзал. Потому что действительно детям это нужно. Это спорт, это здоровье в первую очередь». Новый спортивный комплекс когда-то был мечтой ни одного поколения выпускников школы номер 4. Теперь любой учащийся сможет максимально реализовать свои спортивные таланты. Руслан Лов, Владимир Галузский, Павел Фисатиди, телерадиокомпания «Атаман», поселок Афибский. День, предвещавший весну. День, предвещавший победу. 18 февраля весь муниципалитет отметил важную историческую дату – День освобождения Северского района от немецко-фашистских захватчиков. Праздничный концерт, посвященный главной дате в истории района, состоялся в Доме культуры поселка Ильский. В фойе для всех зрителей и гостей мероприятия работали информационные и интерактивные стенды, на которых была представлена информация об основных исторических моментах битвы за Кавказ и, в частности, о Северском районе во время войны. Ребята из Всероссийского объединения «Юнармия» предлагали попробовать себя в сборке и разборке автомата, а также в исторической викторине. Поздравить земляков с праздничной датой пришел глава района Адам Джарим. Все эти годы мы живем в согласии и говорим спасибо, а также низкопланируемся тем солдатам, которые освобождали державу, тем, кто обеспечил мир на нашей земле. Это день на светах и саблетопись муниципалитета Исей Кубани, как символ великой силы, народа и безграничной воли к победе. От имени администрации Северского района Адам Шахметович лично наградил преподавателей школ и учреждений дополнительного образования за особый вклад в патриотическое воспитание молодежи. Продолжила концертную программу театрализованная постановка, посвященная битве за Кавказ и освобождению Кубани. В наследство от предков нам достались мирное небо, плодородные земли и память о тяжелых годах. Память, которую нам предстоит сохранить и передать. Уважаемые жители Северского района, 27 февраля 2019 года планируется пробный запуск нового смонтированного оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Просьба соблюдать спокойствие. Встретим песни русской звонкой да блинами целой горкой. Уважаемые жители и гости Северского района, приглашаем вас отпраздновать широкую Масленицу. 10 марта Масленичные гуляния пройдут на основной парковке Клуба Загородного отдыха Станицы Северской. В этот день вас ждут народные забавы, блины, ароматная выпечка, душистый чай, шашлык и другие угощения. Ярмарка сувениров от мастеров Краснодарского края. Также можно будет поучаствовать в соревнованиях за подарки от Клуба Загородного отдыха. Финалом праздника станет сжигание Масленицы. Прощание с зимой. Житель Ганы Джеффри Ебоа нашёл необычное применение старым автомобильным шинам. В своей мастерской в Акре он делает из них журнальные столики и кресла. Для оформления использует ткани, разноцветные верёвки и стекло. Мастер считает эту работу лучшим делом в своей жизни. «Я забираю автомобильные шины с улиц, вытаскиваю их из водосточных канав. Не позволяю довести дело до того, что их сожгут». Джеффри собирает старые покрышки на всех городских свалках. Приносит изношенные шины и владельцы автомастерских. Бизнесмены рекламируют свою мебель через социальные сети. А некоторые клиенты приходят по совету других покупателей. Столик или кресло можно заказать по каталогу, либо попросить сделать индивидуальный дизайн. Мебель стоит от 30 до 250 долларов США. «Уникальность мебели в том, что она сделана в Гане. Я хочу купить её, чтобы продвигать местную продукцию». Джеффри открыл мастерскую пять лет назад. Но главное для него не доход, а защита природы. Он продвигает идею переработки отходов, а также обучает своему мастерству начинающих предпринимателей. «Иногда я просыпаюсь, а в кармане пусто. Я купил на все деньги верёвки. И поскольку я обучаю людей, то некоторые изделия не получится продать, потому что они неудачные. Поэтому бывает, что нет дохода. Но это меня не остановит». У Джеффри есть только один помощник. А сам мастер помимо работы успевает учиться в университете Ганы. Он надеется, что образование поможет ему расширить бизнес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова